Всем привет! Сегодня я сделаю обзор на вот эту вот палеточку Smoky бренда LA Girl. Это американский бренд косметики, очень бюджетный. Очень это значит прям вот ну совсем, потому что вот эта вот палетка, например, из 12 оттенков стоит всего лишь 8 долларов в Америке. 8! И когда я ее покупала, у меня, конечно, была надежда, что она окажется хорошей, но у меня в голове не укладывалось, что за 8 долларов может быть настолько качественный продукт. Просто, ладно, не буду сбегать вперед, давайте по порядку. Где можно купить эту, другие какие-то палетки, вообще косметику LA Girl? Проще всего для тех, кто живет в России, купить ее на сайте Beauty Bay, у которого есть доставка в Россию, это английский сайт. И цена на эту палетку на этом сайте колеблется от 450 до 600 рублей в зависимости от скидок, а скидки там бывают часто. Но, опять же, рекомендовать Beauty Bay никому не могу, потому что мне посылка оттуда 2 месяца ехала, так и не приехала. Но я знаю, что многим посылки приезжают, и все у людей хорошо. Ну, а как вы знаете, я вообще очень везучая. И еще один легкий способ купить LA Girl, это сайт Beauty Joint. Beauty Joint это американский сайт, и он тоже доставляет товары в Россию. Там вообще очень-очень-очень много разных интересных брендов, и очень много недорогих брендов, которые на других сайтах американских, их просто нет. Иногда нужно тебе что-то не очень дорогое, что продается в Америке, но ни на каких других сайтах, у которых есть доставка в Россию, можно без посредников привезти. Нет этих брендов. Там очень много, очень рекомендую вам зайти и посмотреть, потому что там даже очень много корейской косметики. И, конечно же, в Россию там платная доставка, и колеблется стоимость ее в зависимости от того, на какую сумму вы будете покупать товары. Цена этой палетки на сайте Beauty Joint всего лишь 8 долларов, как я уже сказала вначале. В России тоже есть бренд LA Girl, и продается он в некоторых интернет-магазинах. Вы можете сами вбить в Яндексе или в Гугле и посмотреть в каких. Я нашла Beauty Discount, я этот магазин не очень люблю, там продается эта палетка за 900 с чем-то рублей. То есть в два раза дороже. Но дело даже не в этом. Beauty Discount это такой магазин, в котором никогда ничего нет в наличии. Я несколько раз хотела заказать какие-то средства для волос и какую-то косметику. Я даже практически делала заказ, затем я звонила в магазин. Заметьте, мне никто звонить даже не собирался уведомлять, что этого нет. То есть я бы могла ждать несколько недель заказ, потому что когда я звонила и дозванивалась, что тоже большая редкость в этот магазин, и спрашивала, а есть ли в наличии мои там продукты, которые я хочу, а когда они у вас появятся? Мне говорилось, что или мы не знаем когда, или через две недели, а подождите две недели, а потом возможно что-то из этого появится. Меня такое вообще не устраивает. И я вообще зареклась покупать что-то в этом магазине, и никому его, естественно, рекомендовать не могу. Но там есть этот бренд. Если хотите, конечно, попробуйте купить там. Открою вам один секрет. Пару лет назад я сотрудничала с этим магазином, и мне сказали, что хотели бы прислать на обзор какие-то товары. Вот выбирайте. Я выбрала вот эту вот расческу Десата, и я ее пользуюсь успешно. Мне она очень нравится. У меня есть обзор старенький. Я его сняла, да. Честно сказала свое мнение, потому что обзоры, которые по сотрудничествам, я снимаю именно так, так же, как и обычные обзоры о косметике, которые покупаю сама. Вот когда на обзор присылали, все было хорошо. Но прислали мне те позиции, которые у них, видимо, были в наличии. Но когда ты звонишь им и пытаешься купить, как обычный клиент, вот такая вот фигня происходит. И я знаю, что такое у многих. Я очень долго в разных брендах, разных ценовых категорий искала палетку именно такой цветовой гаммы. И нашла я только в LA Girl. То есть это серые оттенки, синие, черные и какие-то нейтральные. Вот они все здесь есть, и есть даже больше, потому что есть здесь даже коричневые оттенки, даже фиолетовые. Меня очень удивила упаковка. Да, упаковка не такая уж дорогая, но выглядит она очень прилично. И вот сама обертка сделана из плотного приплотного картона. Очень плотного картона. Не во всех даже дорогих брендах есть такая хорошая упаковка, такого качества. Здесь имеется зеркальце, вот такое оно узенькое. И для макияжа именно глаз отлично вообще подходит. Это очень удобно. Конечно, все лицо в нем не видно, но именно глаза видно отлично. Здесь сделана вот эта розовая штука из пластика. Я вот вытащила, но здесь вообще есть, имеется еще и кисть. Причем, да, с одной стороны это спонж, как и во всех вообще и дорогих, и дешевых тенях. А с другой стороны здесь вот такая вот кисточка, которая, да, она синтетическая, она плоская, и ею очень удобно наносить особенно вот эти вот металлические тени. Кисточка очень нежная, очень удобная, очень хорошая. Ну, про спонж я молчу. Все-таки кто-то любит у нас пользоваться спонжами, у кого-то получается сделать ими даже нормальный макияж. И это дело каждого, но я обычно все кисточки из всех палеток выкидываю, как вы знаете. Ну, практически из всех. Ну, где есть спонжи вот эти вот? Давайте перейдем к сводчам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Удивительное дело! Вот когда делаешь сводчи, некоторые оттенки, например, вот первый оттенок из палетки, матовые оттенки из палетки, ложатся как-то не очень хорошо кистью на руку, на которой нет базы какой-то другой подложки, на сухую руку. Но когда я делала вот этот вот макияж, все ложилось просто прекрасно. Насыщенно лег и первый оттенок, и оттенок вот коричневатый, матовый такой растушевочный. Отлично все легло, просто супер! И со сводчами так бывает, да. Скоро будет видео вот этого макияжа с этой палеткой, там вы сами увидите, убедитесь, как хорошо ложится и первый оттенок из палетки на века кистью, и матовые оттенки, как прекрасно, насыщенно ложатся. Вы знаете, в этой палетке прекрасно все. Мне безумно понравились все вот эти металлические оттенки. Второй, четвертый, пятый, фиолетовый, синий, все ложатся прекрасно, все насыщенные, цвета супер! В недорогой палетке этой есть даже очень красивый темно-синий оттенок, чего практически не бывает ни в дорогих, ни в дешевых палетках. Вообще очень тяжело найти красивый, неплешивый синий. Здесь он есть, это просто какой-то шок! Здесь два классных черных оттенка, один более серый, другой почернее, и оба они прекрасны просто, что тоже большая редкость в любых палетках за любую цену. И матовые оттенки, здесь вот все просто подобрано, ну, идеально, то есть больше не надо. Здесь несколько цветовых гамм, здесь серое, здесь черное есть, здесь есть коричневый, здесь есть даже фиолетовый, и темно-синий, это просто идеальная палетка, я ее всем рекомендую. Вы знаете, после этой палетки у меня желание купить все палетки Light Girl, которые у них есть, по-моему, у них вот таких вот длинных палеток с 12 оттенков, всего лишь 4, и у меня желание купить все, хотя две таких вот нейтральных каких-то мне не сильно понравились, именно по цветам, по подборке, вот это вот просто идеально. Мне очень понравилась неоновая палетка, именно свочи, именно как выглядят эти оттенки, и я по-любому, я думаю, что я куплю вот эту вот неоновую палетку, потому что она шикарная, я сравню ее с дорогими немного позже, когда мне придут и те, и те. Я думала, и я даже хотела, и была готова к тому, чтобы палетка эта оказалась, но из-за того, что она недорогая, и она не предназначена для профессионального использования, и она не позиционируется как профессиональная, я рассчитывала на то, что оттенки будут такими очень легкими. Знаете, вот в Dior даже, в Chanel палеточки, в которых, ну, такая не сильная пигментация для того, чтобы обычная девушка, обычная женщина могла ее применять, потому что, если оттенки слишком сильно пигментированы, не все с этим справляются, и обычный, скажем так, пользователь может не суметь как-то растушевать хорошо, может поставить себе пятно, а такими более бледненькими палеточками там уже никто не ошибется. И я рассчитывала, что эта палетка окажется такой. Каково же было мое удивление, когда палетка оказалась просто офигительной, с мега пигментацией, и к ней нужно тоже приспособиться, но это буквально за одно применение можно сделать, приспособиться к тому, что тени мягкие, как у тех же Too Faced, например, как у того же прессованного Colourpop, и они гиперпигментированы. То есть, достаточно одного легчайшего прикосновения кистью, оттенок прекрасно на нее переносится, отлично переносится на века. И тоже нужно постараться растушевать. Я имею в виду, что ярко ложится, и нужно тушевать. В плане наставить пятен, я очень сомневаюсь, что ей наставишь пятен. Нужно стараться. То есть, это да, это палетка для обычного пользователя, для обычной девушки или женщины на каждый день. Но она прекрасна тем, что она, во-первых, и ложится, и тушуется хорошо, и ярко, и пятен не наставишь. То есть, легка в использовании. И здесь несколько цветовых гамм. То есть, в течение пяти рабочих дней и двух выходных вы можете ежедневно делать себе разный макияж, который ни разу не повторится. Это просто шок какой-то. Если вы ищете себе недорогую, качественную палетку на каждый день, я вам очень ее рекомендую. Потому что с ней можно сделать как смоки, как она и позиционируется изначально, так и дневной макияж, так и вечерний макияж. Развернуться есть где. Если даже ее сравнить с теми же The Nunes, The Blushed Nunes Maybelline, которые есть у нас, я бы вам рекомендовала купить LA Girl за границей. Потому что 8 долларов плюс доставка с того же Beauty Joint обойдутся... Ну это вообще копейки, девочки. Это не дороже, чем Maybelline, который продается у нас, но качество совершенно другое. Те, кто меня давно смотрит, видели мое видео про палетку Maybelline из Америки и знают, что качество совершенно другое. Даже тени абсолютно другого цвета. Все другое просто. Я не знаю, что это такое продают у нас, и где, в каком подвале это специально делают. Это Гэ. Но так и есть. И вот эта палетка мне нравится больше, чем палетка Maybelline из Америки, которая есть у меня. И несмотря на эту недорогую цену, и упаковка мне очень нравится. Я забыла вам совершенно сказать, что здесь есть магнитик, и очень хорошо примагничивается палетка. Сама к себе вот эта крышечка примагничивается. Это просто прекрасно. Мне даже придраться не к чему в этой палетке, потому что в ней все прекрасно и идеально. Но, естественно, смотрите на цветовую гамму. Если вы не любите такие оттетки, то она вам нафиг не нужна. Смотрите то, что вы любите. Если все остальные палетки такого же качества, я думаю, что так оно и есть у Elle и Elle, то смотрите, какая там цветовая гамма. Возможно, вам понравится что-то другое. И еще хочу сделать небольшое уточнение. Американская компания, но на палетке написано Made in China. China, сами знаете, Китай бывает разный. И этот Китай вообще шикарный. Никакой реакции у меня нет. Что еще сказать? Всем рекомендую эту палетку. Цена-качество самое шикарное из всего, что я пробовала за последние несколько лет. А учитывая, что я человек, который скептически относится к недорогой косметике и к недорогим брендам, я вообще, у меня просто, понимаете, у меня разрыв шаблонов. Я недавно попробовала палетку Morphe, на которой у меня есть макияж, и я сделала на ее обзор еще несколько макияжек. И вы знаете, я прихожу к выводу, что, а зачем я вообще покупаю дорогую косметику, когда недорогая, такого шикарного качества, и когда в недорогих палетках качество теней, нанесение пигментации лучше, чем в дорогих. Также я попробовала две палетки BH Cosmetics. Об одной у меня есть обзор, на другую будет. И я в шоке. Вы можете мне верить, что оно так есть. Можете мне не верить и считать дальше, что дорогущая косметика это классно, дешевое это говно. Но я вам говорю свое мнение. И я вижу, что палетка за 60 долларов хуже качеством, чем палетка за 20 долларов. Чем несколько палеток по 20 долларов у меня есть. У меня есть палетка за 8 долларов. И у них качество лучше, чем палетки за 60. Надеюсь, мой обзор был для вас интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и включайте оповещения. У меня очень часто выходят полезные и интересные обзоры и макияжи. Желаю всем отличного настроения, весны, солнышка и чтобы в этом году было настоящее лето. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok